Иван Майоров возвращался домой со школы. Чтобы сократить дорогу, школьник пошел через железную дорогу, он часто пользовался этим маршрутом, но на этот раз заметил, что недалеко от железнодорожных путей появилась картонная коробка. Школьник не прошел мимо. Иван решил проверить, что находится в коробке, внутри он увидел собаку, которая свернулась клубком и не шевелилась. Мальчику показалось, что собака не дышит, но посмотрев внимательнее он заметил, что животное еще живо. Иван не знал, чья это собака, что с ней случилось и как она оказалась у железной дороги, но понял, что ей нужна помощь. Иван позвонил в ближайшую ветвечебницу. Врачи согласились осмотреть собаку, но клиника находилась в 5 километров, других ветеринаров поблизости просто не было. Мальчик взял собаку на руки и пошел в клинику. Я сразу подумал, что она мертва, а потом присмотрелся, а она дрожит. Я к врачу ее понес. По дороге несколько раз останавливался, идти было 5 километров, а собака оказалась тяжелой, так о случившемся рассказывает сам Иван. Парень нес собаку, которую после назовут феней. В пути животное не пришло в себя, позже врачи сказали, что она была в коме. Осмотрев собаку, ветеринары отправили ее в реанимацию в другой медицинский центр, поскольку возможностей помочь у них не было. Чтобы собака попала к специалистам, Иван сам оплатил ее транспортировку. То, что феня перенесла дорогу, оказалось настоящим чудом. У животного нашли десятки серьезных травм, которые говорили о том, что ее сильно избивали. Первые два дня врачи боролись за жизнь собаки, стремясь стабилизировать ее состояние. Настойчивость людей оказалась не напрасной, через два дня феня не только пришла в себя, но и смогла сама поесть и попить. Когда угроза жизни миновала, семья Ивана забрала феню в свой дом, где она проходит реабилитацию, окруженная заботой и любовью. По словам невролога, восстановление будет длительным и сходным, но постепенно феня выздоровеет и вернется к полноценной жизни.